Бурятский филармоний 171 человек Телевизионный конкурс вокального мастерства «Голос Бурятии» Собрал всех, кто любит и умеет петь Со всех уголков Бурятии, а также Иркутска, Читы, Тывы и Монголии Дарима Линхавоин, Чингис Ратнаев, Мадагма Даржеева, Елена Барахитова и Павел Карелов Жюри «Голоса Бурятии» — это известные в республике люди И настоящие профессионалы своего дела Неудивительно, что участники конкурса переживали, но выкладывались по полной Ведь на кону приз — бесплатное обучение в Колледже искусств «Артсмедиа» в Южной Корее Рискнуть и пройти во второй тур Смотри и не пропусти Твой голос услышит вся Бурятия Итак, уважаемые зрители, дорогие телезрители, мы готовы начать первый тур вокального конкурса «Голос Бурятии» Генеральный партнер конкурса — образовательный центр «Полиглот» Партнер конкурса — магазин «Комфорт» Имидж ведущих салон красоты «Упс» и фэшн-рум Игоря Сарапулова Открывайте мир вместе с «Полиглотом» Программы по образованию за рубежом Возможность получения стипендии Языковые курсы разных уровней Учи языки и получай стипендию «Полиглот» 211385 Удобные диваны и офисные кресла по цене завода-производителя Магазин «Комфорт» Улица Сахьяновой, 5А ТЦ «Гвоздь» Красный зал Телефон 610768 Магазин «Комфорт» Игорь Негода Игорь Негода Мне понравилось Держите тональность Приятный очень темпор Я говорю «Да» Мы с тобой виделись последний раз Чуть-чуть меньше года Почти год скоро Вот этот год как прошел в плане занятий по вокалу Ты занимался, нет? Калом вообще как-нибудь Сейчас пока не занимаюсь Вот видишь, каждый вот Много конкурсов, да, вот бывает у нас Так скажем, ну много-немного в общем конкурсы бывают И это неправильно, когда ты приходишь на конкурс И, наверное, думаешь, вот надо было позаниматься Как-то все вот робко, вот эта песня Хани, ну хоть не, она же Это же гимн дружбы Это должно идти прямо изнутри Очень такой испуганный голос Очень серьезная конкуренция Вот сегодня, вот именно второй день показывает Что будет серьезная конкуренция на следующих турах Я скажу да Но вот с большой-большой такой долей сомнения С натяжкой Готовься Я скажу нет Почему? Потому что исполнено было, конечно, грязно Вот маленько вверх-вниз болтает постоянно Надо научиться, я думаю Все-таки сольфеджио Постоянные занятия тебя приведут вот в нужное русло Я говорю пока, наверное, нет Вот на следующий год, мое мнение Тебе надо будет подготовиться и сделать еще лучше Ну да, на самом деле звук болтается Слышно, что человек по исхалам не занимается Но тембр-то приятный, красивый очень Почему-то мне хочется дать шанс Да Так, по исхалам А что, он учился, что ли, вокалу? Вы учились вокалу, да? Нет, я инструментал на банихоре учился На банихоре? А-а-а Хотел участвовать в конкурсе в другом Не будем рекламировать его сегодня Ну и как бы были так называемые мастер-классы и беседы по этому поводу По вокалу именно Но он поддается? Да, я думаю, поддается Ну это, знаете, есть такие обучаемые люди Есть необучаемые, но вы, вероятно, обучаемые И поэтому при вашем очень приятном голосе И если вы еще обучаемы, до февраля месяца вы можете что-то сделать, вероятно Приложите большие усилия, найдите что-то Или кого-то обязательно найдите, который вам бы подсказал что Ну, я, например, пропускаю вас Вы проходите на второй тур Да, спасибо Боиславан, скажи, пожалуйста Что тебе сказала жюри? Сейчас нам было много замечаний То есть ты сам замечаешь, что что-то было не так в выступлении? Да, да, я не сказал бы, что выступил нормально Тяжело было с волнениями Вот так Скажи, пожалуйста, какую музыку больше всего ты предпочитаешь? В смысле, жанр? Ну, мне больше нравится народная музыка Классика А кто из наших исполнителей тебе нравится больше всего из бурятских? Ну, вот Вот сейчас все в жюри сидят Чингисера Все они, все жюри нам нравится, да? Да, да Мы тебе желаем удачи, готовься к второму туру Ты же прошел, да? Угу Удачи Здравствуйте Ночью Ночью одинокой, без луной мне снится Мы летим над морем с тобой Словно два созвездия, два ветра, две птицы Мы с тобою спорим судьбой Там, здесь, везде, где ты есть Я всегда буду рядом с тобой Здесь, там, шумит океан Он остался за память О нашей бескрайней любви Спасибо, Светлана А есть еще песня у вас какая-нибудь, помимо этой песни? Ну, я не Какая-нибудь побыстрее, может быть, или что-нибудь Можете спеть? Я не готовила Не готовила? Ну, не страшно А что ты слушаешь вообще? Я вообще меломан Я понял А что конкретно? Я больше меломан, чем... Я, наверное, дабстеп Что-то такое Дабстеп Понятно Такое все, да? Да Все понятно То есть, это тебе не по душе песня или как? Я бы просто хотел знать, что творится у тебя сейчас в душе Я знаю, что тебе очень тяжело сейчас стоять перед такой публикой Все камеры на тебя смотрят Так неудобно, коленки трясутся Это у всех такое, конечно Я просто первый раз в жизни вообще на сцене Мы понимаем тебя, конечно Мы же тебя поддерживаем, наоборот Спасибо Еще что-нибудь есть у тебя? Вспомни так вот Или по этой песне оценивать тебя? Я не знаю Мне кажется, нужно подготовиться Конкурсы еще впереди будут, на самом деле Ты очень молодая, красивая, яркая девушка Учись, пожалуйста Понимаешь, интонация у тебя, конечно Ну, по десятибалльной шкале, там, единичка, может быть То есть, интонирования вообще практически нет Сложно, может быть, ты перед зеркалом хорошо поешь Может, здесь все теряется Надо вот здесь определиться, заниматься Поэтому, давай сделаем так Я пока говорю нет, но мы тебя ждем на следующий год Я тебя жду Очень нежный, красивый голос, но, к сожалению, нет Но через год, я думаю, надеюсь, что вы придете к Паше И мы заодно с ним порадуемся вашим успехом Ладно? Самое главное, это не то, что у вас сейчас А как вы вырастите потом Вот это самое главное Спасибо Ну, вы поняли, да, что Ничего страшного Вы такая симпатичная Девчонка просто прелесть И поэтому обязательно должны участвовать в конкурсе На будущий год обязательно Хорошо? Хорошо Подготовьтесь И вы обязательно пройдете Спасибо До свидания До свидания Стан, скажи, пожалуйста Ты никогда не выступала на сцене Это был твой первый шаг, да, на сцену Как ты почувствовала, как ты расчувствовала сцену, жюри? Ну, жюри очень вообще мне понравилось Они меня так поддержали, как бы Ну, я никогда не стояла И у меня все тряслось Я не знала, как правильно сделать голос Как вообще реагировать, как вести себя Ну, мне понравилось Тебе сколько лет? 18 Жюри сказали, что у тебя очень нежный, красивый голос Тебе нужно просто немножечко подготовиться, да Павел Карела сказал, что он тебя будет ждать У тебя очень красивая внешность Очень фотогеничная Обязательно займись этим серьезно Еще время есть, да, начать карьеру музыкальную именно Я думаю, у тебя все получится Спасибо большое Удачи тебе ПОЛИГЛОТ Удобные диваны и офисные кресла По цене завода-производителя Магазин Комфорт Улица Сахьяновой, 5А ТЦ Гвоздь Красный зал Телефон 61-07-68 Комфорт Магазин Комфорт Комфорт Магазин Комфорт Телефон Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Очень большой потенциал, конечно же, все слышат, конечно, да, готовьтесь Так, с удовольствием вас ждем на втором туре Спасибо 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 Держима, скажи, пожалуйста, ты прошла во второй тур, свои эмоции, что ты чувствовала на сцене? Ну, как бы, как сказать, на самом деле я недовольна собой, как я спела, могла еще намного увереннее спеть и душевно, ну, как бы, так. Ну, я прошла, это уже плюс. То есть ты наверстаешь во втором туре? Обязательно, да, наверстаю Мы будем на это надеяться, ты нам обещала уже. Мы хотим пожелать тебе удачи, готовься ко второму туру. Удачи, молодец. Спасибо Здравствуйте И тебе не болеть Песня «Who's love in you» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok От меня лично Спасибо Дорогой Саян Субтитры сделал DimaTorzok Дорогой 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 песням. Вы же монгол. Я говорю, да. Ну, я тоже, конечно, говорю, да. Но, честно говоря, мне вот хочется английскую с песней послушать на втором туре. Ну, смотрите сами. У вас такой голос обволакивает. Вы начинаете петь и все. Ты знаешь такое слово, обволакивает? Обволакивает. Уль. Нет, нет, нет. Уд, не уд. Это не облако. Но облако тоже обволакивает. Обволакивает это когда мне вообще, честно говоря, все равно, что вы будете петь на втором туре. Но обязательно нужно петь во втором туре. Вы проходите. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствовал на сцене? Ну, так. Я первый раз на сцене, но как мне вообще понравилось. Но, сам себе, вообще хорошо, отлично чувствовал. Но там... Волнение присутствовало? Нет. Когда я начал петь, в общем-то, нет. Вообще я там просто хотел петь жестко, но как-то... Все судьи тебе сказали да. Да, все петь, да, петь, петь, да. Но я хочу на втором, может, там, готовиться надо. Да, второй тур. Тебе нужно подготовиться уже с музыкой, в костюме, там, чтобы там арава монголов танцевала, за тебя болела. Подготовься обязательно. Мы будем ждать, нам будет интересно увидеть, услышать тебя. Хорошо, спасибо вам. Удачи тебе. Удачи тебе. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я хочу в номинации за сохранение национальных культурных традиций предоставить вам песню селингинских загустайских казачек, у которых мужья надолго уходили на царскую службу, а их жены кто б рядом не шептал, как бы не ухаживал, сохраняли верность своим мужьям. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Готовьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все, спасибо, наверное, мы уже поняли. Отличный у тебя заряд такой классный. Кристина Гилера в тебе прям живет, видно. Хочется тебе сказать, что да, почти все правильно, просто не хватает музыки тебе для выступления. Это мое мнение. Я тут думал, битбокс тебе добавить, но нам не дадут долго выступать. Я говорю, да, вот что-то надо подумать на второй тур, что тебе взять, как бы. Но это мое только мнение. Посмотрим, что скажут коллеги. Ну, Валерию часто видим на различных конкурсах. Очень талантливая девочка, на самом деле. Ты можешь чуть-чуть спеть какую-нибудь медленную песню? Почему-то я все время слышу вот такие-то быстрые, напористые песни. На буряском? Чуть-чуть. Не без разницы. Кантилену. Кантилену. Дон ты им. Дон ты им. Дон ты им, ни сурху хам. Зынды мани, манэ бэшур. Шебер ты е ханаха да. Зурхом неуярна Ну понятно, хорошо Поздравляю тебя и надеюсь, что и в этом конкурсе ты достигнешь больших успехов и за то, что ты не возгордилась пройдя в UBS и снова пробуешь себя снова и снова Я говорю да Ну Валерий, ты очень Можно Лера, да, наверное? Да, уже довольно опытная Опыт есть, небольшой, но он есть у тебя Мне очень было бы интересно видеть тебя вот немножко в другом образе Я тебя видел вот в этом агрессивном таком когда сразу атакуешь Ты же красивая девушка Очень, очень красивая девушка Что-то такое вот воздушное нежное, попробовала бы Я бы порадовался, наверное Я думаю, что у тебя получилось бы очень хорошо Да? Я говорю да Все сказали да? Ну Так, я вот тоже Вот интересно Но я тебя тоже слышала Хотя я очень редко хожу Но вот слышала И мне ты очень тогда понравилась И я сегодня очень рада что ты сегодня принимаешь участие в этом конкурсе Замечательно И вот коллеги говорят Может там в другом амплуа чуть-чуть выступить Другое произведение Действительно Ты молодец У тебя есть такой очень посыл сильный В зал очень хороший Попробуй себя в разных вариантах В каком-то чрезвычайно томно лирическом Я не знаю Может быть Может быть Но это только дома Как бы заготовки делай А там посмотри Где ты выразил Где ты гораздо лучше будешь выглядеть Так что Встречаемся на втором туре Валерия Я тебя вижу не в первый раз Ты участвовала в конкурсе Дошла до финала Universe Best Songs Скажи пожалуйста Что тебе даст Участие в нашем конкурсе В данный момент Голос Бурятии Ну конечно же Опыт Он всегда нужен Ну что еще Ну я учусь новому Начинаю как бы Не знаю даже что сказать Ну в общем Любое участие в любом конкурсе Это ценнейший опыт Кто за тебя болеет Кто за тебя не пришел За тебя поболеть Никто А родители поддерживают Ну наверное да Ну так как ты такая усердная Ты постоянно участвуешь В конкурсах Скажи пожалуйста Ты хочешь прямо так стать артисткой Ну да Ну ладно Мы желаем тебе удачи Валерия Будем ждать тебя на второй тур Успехов Всем добрый вечер Здравствуйте Это моя жизнь Это моя жизнь Это сейчас Это моя жизнь Это моя жизнь It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live with I'm alive It's my life My heart is like an open highway Like Frankie said I'm doing my way I just wanna live with I'm alive It's my life Спасибо Виктор Здравствуй Во-первых Я знаю Виктора Ну очень давно По совместной работ По работе И он является очень хорошим Бас-гитаристом Да Так что Это еще одна твоя сторона Я вот вижу тебя с другой стороны Хотел бы тебе пожелать Что Ну вот Вокал у тебя как бы не совсем еще Все получается Но у тебя правильное направление И голос позволяет тебе двигаться В этом направлении Это как хороший инструмент Который позволяет тебе играть Поэтому Занимайся Я тебе даю Да Добро Потому что я вижу Из тебя получится что-то Где вы играете В какой группе У нас Кавер-группа Играем в клубе В ночном Да Ближе к микрофону Встань пожалуйста Или возьми лучше в руки В различных ночных клубах Лондон Бердж А то есть у группы нет названий Да Ну есть Бренд Бренд называется Да У вас такая возможность Прорекламировать себя А вы прям Из вас Вытягивать Приходится щипотами Ну я конечно За Мне очень понравилось Но немножко Немножко чуть-чуть плавал Что ли В начало Я эту песню никогда Капельно не пью Да Капельно конечно сложно И первая нота в припеве Что-то как-то неубедительно Чувствуется да Что вот маленько сложно тебе с этим Ну С фонограммой я думаю Будет Да Может быть фонограмма тебе поможет В клубах немножко другая атмосфера И Там и музыка Все такое Там такое вредное жюри не сидит Вредное жюри не сидит Витя Я очень рад тебя видеть Я говорю естественно да Готовься Надо готовиться Обязательно Я тоже вам дам Возможность Конечно да Таких красивых Молодых людей Вообще редко встретишь Помимо того Что вы обладаете Голосом Ну и так далее Понимаете Отсюда вытекающие Все последствия Так что На втором туре Мы хотим Чтобы вы нас поразили Просто Чтобы мы просто здесь упали все И подберите Очень Для вас Очень выигрышный репертуар На втором туре Встречаемся Спасибо Буду много советоваться Выберу песню хорошую Спасибо большое Участник под номером 174 Вершинин Виктор Виктор скажи пожалуйста Ты сам по себе музыкант Чем ты занимаешься еще Музыка Конечно Основное занятие у меня в жизни Кроме музыки Пока что Сильно ничем не занимаюсь А на инструментах играешь? Да Я в основном вообще Инструменталист То есть На различных инструментах Владею На каких? Начиная от гитары Струнные инструменты Заканчивая Фортепиано Аккордеон Я владею инструментами Но Как бы вокалом Занимаешься Давно? Вокалом По сравнению с Инструментальной музыкой Занимаюсь Сравнительно недавно Инструментальной музыкой Как когда? Буквально С пятого класса С средней образовательной школы Ну то есть С двенадцати лет Где-то так То есть Ты опытный в принципе Выступаешь на сценах? Да Выступаю на сценах Стараюсь постоянно Где-то Быть Жюри Тебя пропустили Во второй тур Готовься Мы желаем тебе успехов Удачи Большое спасибо Всем Будем готовить Здравствуйте Заян 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 Эдэйэл Зрахан Заян Спасибо, спасибо. Мы бы еще слушали, но, к сожалению, у нас время ограничено. Мне очень понравилось, как ты исполнял. Ты учил в каком-то ансамбле или сам по слуху слушал записи? Я эту песню с детства спел. С детства спел. А детство твое где пришло? В Агинске. В Агинске? Само Магинске? Могой ты. Могой ты, да? Вот, ну, у меня нет причин сказать тебе нет, только да. И продолжай в том же духе. Спасибо. Арсалам, я хотел сказать тебе, что в твоем исполнении только единственный недостаток – недостаток дыхания. Тебе надо заниматься бегом, только не в зимнюю погоду, а вот летом. Стараться наращивать легкие, чтобы побольше ты мог задействовать. Потому что протяжное пение, но именно на дыхании строится. Послушай, как другие поют, занимайся. Самое главное – слушай и репетируй. Я говорю да, потому что мне нравится. Тембр голоса очень красивый, не подходит ни под другие какие-то клише, да? Вот, я говорю да. Спасибо. Очень хороший совет от Павла насчет дыхания, да, я тоже вот. Наигнова, немножко ты ровно спел, слишком ровно. Что-то такое нужно. Какие-то красивые волны, да, вот эти все вот. Должна быть картинка в глазах людей. Да, могу я тын к вум? Я говорю да. Надо готовиться серьезно. Удачи тебе. Тоже я, конечно, скажу, да, красивый тембр. Посмелее будешь еще? Хорошо, спасибо. Но вы поняли, что прошли на второй тур, а мне особенно приятно, что вот он Могоэтусский. Да, Могоэтинг это, понимаете, район моего папы, моих дедушек. У меня родственники ваши. А да? Что вы говорите? Ну вот, началось. Я даже не знала, слушайте. То Арга, да, тут Курумкам, то теперь могу и ты. Все, съемки прекращаем. Камеры выходите. Ой, обалдеть. Слушай, я вообще в восторге. Молодец. Проходишь на второй тур. Арселан, скажи, пожалуйста, волнение, эмоции, что-то присутствовало, когда ты начал петь, исполнять песни? Да, волнение было, но справился с этим, и хотелось лучше бы мне спеть. То есть ты не совсем доволен, да? Да, можно было еще лучше петь. Кто тебе больше всего нравится из жюри? Как исполнитель мне нравится Елена Барахитова очень, да, и Чингиса Роднаев, ну, все талантливые. Ну, особенно Елена Барахитова, да? Да, как исполнитель она мне очень нравится. Ну, так как ты прошел второй тур, мы тебя поздравляем, мы тебе желаем удачи, готовься. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо тебе. Спасибо большое. Ну, сразу я скажу, мне не очень понравилось, к сожалению, торопишься. Такая песня красивая, такая вот про местность, надо было описать картинку, включить какую-то. Мы же тебя не торопим, тебя не подгоняем. Я просто переволновалась. Понятно. Все волнуются, все в одинаковых условиях, как ты. Хочется тебе пожелать, чтобы ты подготовилась еще. И на следующий год, по моему мнению, да, могла бы прийти и к нам спеть еще лучше. Самое основное, это вот тебя погубило то, что ты торопишь песню, ты в ней не живешь. Ты ее как будто бы не прочувствовал до конца. Ты пропела быстренько, как сказала, быстро стихотворение, и все, и все. Такое ощущение, как будто быстро-быстро-быстро надо спеть, и все закончить быстро. Там же есть еще и паузы, то есть надо дождаться, надо дождаться, чтобы ты до конца их дослушала. То есть в этом вся музыка, вся прелесть, понимаешь, понять, посмаковать этой песне. Так что, ну, пока нет, к сожалению, нет. Ну, и много фальшивых, ну, нот было, неуверенности. Подготовьтесь, пожалуйста, на следующий год еще. Я тоже говорю, пока нет. Я хочу поддержать немножко, да, вас, сказать, да, их музыкально баняты, ну, музыкальные, да, все, как бы, ноты все на месте, как будто бы. Но надо заниматься, надо готовиться. Ничего страшного. Ну, мне понравился ваш голос, очень чистый, звонкий, красивый. Конечно же, очень интонировали плохо. Начали в одной тональности, продолжали в другой тональности, закончили вообще в третьей. Но, тем не менее, как бы, сохраняя интригу, я скажу, наверное, да. Посмотрим. Довольно сложно. Конечно, бесспорно, у вас голос есть. Но, знаете, я согласна все-таки с Павлом и думаю, что, понимаете, песня три минуты или сколько, две минуты длится, тем более здесь вообще одна минута. Ну, надо как-то так выпендриться, чтобы это все очень сильно привлекло. Понимаете, вот перед вами мальчики выступали. Как они, как они хотели. Вы такая встали и начали. Вот этот внутренний кураж, кураж, это не значит, что очень не так. А игра внутренняя, ваше состояние, души, сердца не было, к сожалению. И я скажу, что все-таки вы не проходите на второй тур. Давайте мы на следующий год. Ладно, вы хорошенько подготовьтесь. До свидания. Спасибо. Туяна, расскажите, пожалуйста, почему жюри сказали вам «нет»? В чем была причина? Ну, потому что я переволновалась, пока я сидела, я с утра сидела, как бы ждала в своей очереди. Ну и пока вот, дошла вот. В общем, до сих пор у меня, как бы, мандраж берет, потому что столько народу, столько участников из-за этого. А как вы решились прийти на наш проект «Голос Бурятии»? Ну, сама, сама решила прийти. Вы поете давно? Ну, с маленьких лет, как бы, я сама учку просто ходила на софе, сжила, там, в хоре пела когда-то. Но сейчас вот я нигде не выступала раньше, как первый опыт, получается. Ну, то есть это еще не конец, впереди еще куча конкурсов, множество. Я хочу вам пожелать удачи, приходите к нам еще обязательно. Спасибо большое. Генеральный партнер конкурса – образовательный центр «Полиглот». Партнер конкурса – магазин «Комфорт». Имидж ведущих – салон красоты «Упс» и фэшн-рум Игоря Сарапулова. Открывайте мир вместе с «Полиглотом». Программы по образованию за рубежом. Возможность получения стипендии. Языковые курсы разных уровней. Учи языки и получай стипендию. «Полиглот» 211385. Удобные диваны и офисные кресла по цене завода-производителя. Магазин «Комфорт». Улица Сахьяновой, 5А. ТЦ «Гвоздь». Красный зал. Телефон 610768. Восемь участников нашего конкурса проходят во второй тур. Это Байсхалан Ширапов, Бальжима Сагаева, Саян Дашанемаев, Бор Суренху, Галина Будаева, Валерия Гамбоева, Виктор Вершинин и Арсалан Цедыпов. Смотрите своих любимых участников конкурса «Голос Бурятии» на нашем телеканале. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!